Всем привет! Сегодня очередная порция фаворитов за прошлый год. Это видео мы делаем совместно с iHerb. И честно говоря, я не помню, когда я снимала отдельный ролик со всеми средствами, которые я регулярно покупаю там, потому что я являюсь постоянным клиентом iHerb. Много что я заказываю для своей семьи, моей кухни вы постоянно наблюдаете и во влогах, и в инстаграме, что я что-то готовлю и использую те средства, которые покупают там. Там всевозможные БАДы, которые назначают нам доктора. Также что-то для предотвращения заболеваний, для поддержания иммунитета, для красоты, конечно же. Это для меня, знаете, источник, во-первых, качественных товаров. Все продукты приезжают из склада в Америке, все средства хранятся там в специальных условиях, они не перегреваются, не переохлаждаются. И также у них самое большое разнообразие, ну только вдумайтесь, свыше 30 тысяч разнообразных натуральных продуктов. Есть из чего выбирать, и что бы я ни искала, я всегда нахожу на iHerb. Ну, давайте поскорее начнем, потому что у нас сегодня очень долгое видео, фавориты как-никак. Первое, что я открыла для нашей семьи в прошлом году, это зубная паста. Как-то раньше я ничего не заказывала именно для полости рта, а потом попробовала, и с тех пор как минимум одна упаковка находится в каждом моем заказе. Меня привлекла эта паста по составу, и я не рассчитывала на то, что она будет настолько мятной, что она так восхитительно будет освежать дыхание, ухаживать за зубами, и ее можно использовать даже деткам. С двух лет вообще никаких проблем. Здесь нет фтора, каких-то красителей, чего-то, что могло бы меня насторожить, но при этом всем она еще идет с отбеливающим эффектом. И даже если сравнивать ее с эффективными, но не самыми безопасными пастами для нашего здоровья, я могу сказать, что это еще более очищающее и мега мятное. Просто если вы никогда не пробовали, то советую присмотреться к ней. И также я пью как минимум две чашки кофе в день, и позволяю себе какие-то окрашивающие эмаль и продукты, и также напитки. И я никогда не делаю отбеливание у стоматолога, не пользуюсь никакими полосками. Мне кажется, что мне удается сохранять мою улыбку белоснежной. Также iHerb для меня это целый кладезь вдохновения. Вы знаете, что я люблю готовить, что я люблю экспериментировать. И когда я захожу в их раздел с приправами, я готова оставить там всю зарплату, потому что все, что я покупаю оттуда, у меня постоянно в использовании. И как только что-то заканчивается, я оформляю новый и новый заказ, потому что нет им равных. Вот я сколько бы ни пробовала покупать в обычных магазинах приправы, и не настолько ароматные. И даже вот такого разнообразия нет. Я уже даже научилась сочетать какие-то приправы между собой, и меня это очень вдохновляет. Я всегда хочу попробовать что-то новое, что-то приготовить, что-то там рассказать вам, поделиться. И вы сами видите, что когда я что-то готовлю, я всегда использую как минимум несколько приправ из iHerb. И то, что я купила в прошлом году, и вот у нас уже практически закончилось, это соус терьяки. Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Он часто встречается в азиатской кухне в разнообразных блюдах, но зачастую в составе там очень много сахара и соевого соуса. Я против него ничего не имею, но есть огромное количество людей, которые или отказываются от него, или как минимум сокращают употребление. Что касается этого, здесь его вовсе нет. Очень простой, короткий, чистый, органический состав со всеми сертификатами. И, кстати, консистенция у него более жидкая. Я интересовалась, почему некоторые соусы более вязкие, а некоторые именно такие. И вы можете точно так же превратить этот соус в более концентрированный. Просто нужно его немножечко прокипятить, поварить, и тогда он приобретет нужную вам консистенцию, если вы этого хотите. Что я делаю с этим соусом? Я его подаю к мясу, то есть, когда уже там отбивная готовая, допустим, или что-то из гриля, можно этим соусом полить, можно добавлять во всевозможные салаты. И также очень-очень сильно люблю мариновать в этом соусе и курицу, и даже лосося. В принципе, это такой соус, который подойдет ко всему. Вот во что бы вы его не добавили, всегда будет вкусно, и при этом вы не навредите своему здоровью. Все, что я сегодня упоминаю, я еще раз напишу в инфобоксе и оставлю отдельную ссылку на каждый продукт. Если вы никогда ничего не покупали на iHerb, то, во-первых, для вас дополнительный бонус. Вы можете получить 10% скидки. Все условия я оставлю внизу по ссылочке. И также вы можете посмотреть, сколько, например, будет стоить доставка в вашу страну. Если у вас возникают дополнительные вопросы, то вы можете обратиться в службу поддержки. Она работает у них 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Но что я знаю по собственному опыту, это то, что на iHerb всегда есть несколько опций доставки. Вы просто выбираете самую выгодную и самую удобную для вас, и они доставляют в 150 стран по всему миру. А мы потихоньку переходим к тому, от чего у меня настоящая зависимость. Я не представляю себе готовку без некоторых приправ, которые я сейчас покажу. Во-первых, это приправа для барбекю. Как видите, она отличается от того, к чему мы привыкли, потому что здесь есть довольно крупные частички. И когда ты перемалываешь, и здесь уже есть встроенная мельница, то все это еще более ароматное, еще более насыщенное. И вот эти кусочки приправы, они как бы лучше передают все вкусы вашему блюду. Чаще всего я использую эту приправу тогда, когда я хочу что-то очень быстро приготовить, у меня нет времени играться со всем тем, что у меня есть. Вот что-то проверенное, ничего не смешивать, раз-раз-раз и готово. Или же для разнообразных маринадов. Это так вкусно в сочетании с вот этим соусом, который я только что вам показывала. Просто курица, лук, приправа для барбекю. Итак, в составе у нас лук, морская соль, томаты, чеснок, тростниковый сахар, кумин, кумин, это зира. Очень интересная приправа. Я недавно делала ребрышки, я добавляла зиру, и моя тетя просто ходила и восторгалась. Говорит, как это вкусно пахнет. А здесь уже готовый бленд, ну, готовая смесь. Также присутствует паприка, перец, несколько видов, и натуральная отдушка дымка. То есть, даже если у вас нет гриля, или если у вас там просто сковородка, или электрический гриль, у вас будет такое ощущение, как будто вы это приготовили на дереве. Как будто это было летом, на свежем воздухе, и все дела. В общем, это абсолютная находка прошлого года. Любим не только мы, но и дети, что немаловажно. Потому что бывают такие довольно специфические приправы с каким-то фенхелем, еще с чем-то, которые не всем нравятся, а вот это что-то такое, что понравится и взрослым, и более младшему поколению. Также очень сильно полюбились мне вот эти хлопья красной паприки. Когда я готовлю что-то, пусть это даже будет тост из авокадо или обычный бутерброд, и я знаю, что может есть и ребенок, или, ну, не знаю, в общем, мне нужно сделать несколько вариантов. Лайт и более острый, пикантный. Я всегда добавляю уже в самом конце немного вот этих хлопьев. Они такие острые на самом деле. Просто посыпаю бутерброд с авокадо или готовлю курицу в кисло-сладком соусе с рисом. Всегда пользуюсь вот этими хлопьями. И мне как-то проще регулировать остроту моего блюда, когда я использую именно хлопья, а не паприку чили в перемолотом виде. С наступлением холодов у мальчишек появилась проблема ветреных губ. Они пылали, они трескались, и младший даже несколько раз плакал. И просил, чтобы я как-то ему помогла. Но все, что я ему предлагала из своей косметички, воспринималось буквально в штыки. Он говорил, что это для девочек, что надо мной будут смеяться, там не возьму с собой в садик и так далее, и так далее. И потом я вспомнила, что у меня есть набор вот таких бальзамов для губ от марки Sierra Biz. Это натуральный органический состав, опять же. И также у них есть разные отдушки. Я же покупала сорти, чтобы попробовать как можно больше. Мальчишкам пришлись по вкусу мятные, и вот эти на основе кокосового масла. В каждом из них есть пчелиный воск, который замечательно восстанавливает и защищает губы. И также другие органические масла и ингредиенты. И теперь у нас эти бальзамы повсюду, при входе, в карманах курток мальчишек. Но самое главное, что они работают. В этом году я столкнулась с сухостью кожи стоп. Я начала искать какой-то крем. И увидела, что на вот этот от марки Ойцерин очень хорошие отзывы. Долго его вылавливала, потому что он супер популярен. И когда я его купила, я поняла, за что его так многие любят. Во-первых, у него приятная такая не слишком плотная текстура. Но при этом он очень хорошо смягчает кожу, опять же защищает. И я скажу вам честно, что я наношу его и на руки, и на ноги. И для максимального эффекта я советую вам хорошенько намазать ноги и надеть какие-то носочки на ночь. И вот утром вы проснетесь с мягчайшими пяточками и вспомните меня добрым словом. Уже который год подряд показываю вам те же детские витамины, состав которых одобрил педиатр моих мальчиков. И здесь очень удобная классная форма, потому что они продаются в виде таких желатиновых мишек. И детки всегда с удовольствием их принимают, съедают. И сейчас вижу, что они изменили упаковку, и этикетка стала другой. И самое главное то, что раньше витамины продавались в таком прозрачном пластике, а теперь в темном. То есть они будут еще лучше, еще более безопасно храниться. И если вы не знаете, то эта компания больше 20 лет на рынке. И конкретно эти витамины это такой ежедневный комплекс витамин, который хорошо сбалансирован. И помимо этого больше ничего не нужно принимать. Недавно я сказала, что съела две детские конфеты с мелатонином и сладко уснула. И вы интересовались, что же это было. Я покупала эту баночку очень давно на самом деле. И я не могу сказать, что мы регулярно ею пользуемся. И что самое интересное, если дать старшему, то он спокойно проспит всю ночь. Если я сама съедаю, то я тоже отключаюсь. А на младшего это особо не действует. Поэтому если хотите попробовать, можете это сделать. Потому что это безопасное, очень-очень легкое. Ну, снотворным это, наверное, даже нельзя называть. Потому что это продается без рецепта. И это не что-то, от чего вам плохо, от чего у вас кружится голова. И что это как-то небезопасно. Но написано, что можно принимать ребенку, если он весит свыше какого-то количества килограммов. И также в определенном возрасте. С трех лет. И вот если дать младшему, то он все равно среди ночи придет искать маму. Так что все детки абсолютно разные. Но это ничего вредного. Если у вашего ребенка тревожный сон, возможно, это каким-то образом разрешит ваши проблемы. Мы пока что с этим боремся. И также уже несколько лет подряд я покупаю это средство. Это сироп от ночного кашля с темным медом. Он сладкий и он не совсем жидкий. Я не могу сказать, что он такой тягучий. Ребенку это сложно выпить. Но он как бы обволакивает горло. И если у ребенка такой сухой кашель. И уже вот я была в таком отчаянии. И не знала, что дать. Уже какие-то ингаляции среди ночи мы делали. И увлажнение воздуха это тоже само собой. В общем, это средство спасало нас очень много раз. Ребенок принимает. Спустя несколько минут он спокойно засыпает. Так что я на всякий случай всегда храню в моей домашней аптечке как минимум одну бутылку. Как мы все знаем, осень-зима и даже начало весны. Если вы не живете на солнечном побережье или в каких-то теплых краях. Все это очень хорошее время для кислотных пилингов. И один из моих самых любимых также продается на iHerb. И вы очень часто спрашиваете меня, Оля, каким SPF ты пользуешься? Я часто рекомендовала вам COSRX с алоэ. Он хорошо защищает. Он хорошо увлажняет. И вообще такая легкая формула. Я его очень сильно любила. Но его долго нет в продаже. И я решила заказать новый для меня фильтр. Потому что мне тоже нужно что-то было, когда закончился COSRX. Это бренд SOMBYME. Я скупила целую линейку практически. Расскажу вам о ней, наверное, еще этой зимой. Итак, это полностью минеральный фильтр. Здесь защита SPF 50. Но то, что меня подкупило больше всего, это наличие цики. То есть это компонент, который очень хорошо восстанавливает, заживляет. Если есть какие-то прыщи, то он их успокаивает. И вообще, я готова полностью окунуться в циклу. Настолько хорошо влияет на меня и чистый компонент, и все его происходные. Там более-менее концентрированные версии. Очень легкая текстура. Быстро впитывается. Я не могу сказать, что лицо какое-то супер белое с ним. Дружит со всеми тональными основами. Здесь также есть чайное дерево. То есть если у вас проблемная кожа, то это для вас идеальный вариант. То есть минеральный фильтр, он и не будет раздражать. И для чувствительной кожи, и он еще и увлажняет. В общем, я в полнейшем восторге. SPF 50 PA++++. То есть это максимальная защита по всем параметрам. И объем здесь нормальный 50 мл. Пока что лучше этого. Для защиты лица я ничего не встречала. Забираю его в этот год. Буду пользоваться и весной, и летом. Потому что состав очень классный. И защита соответственно. Долгожитель моей кухни. Это формат XXL. Самый большой из всех доступный. Если открыть, то вы увидите, что его здесь уже меньше половины. Это кокосовое масло. И оно хорошо подходит для жарки, для выпечки, для всего чего угодно в высоких температурах. Оно не имеет никакого аромата. То есть если вам не нравится кокос и все его проявления, то вы его даже не почувствуете. И все мои какие-то оладьи, все мои блины я жарю исключительно на этом масле. И сырники, и что там еще. Даже курицу я жарю на вот этом масле. И когда оно закончится, я обязательно куплю новое. Конечно же это видео не может обойтись без вкуснейшего лакомства. Это арахисовая паста с белым шоколадом. Это вкусно и просто так к чаю. И с какими-то фруктами, и если намазать хлебец, например рисовый, и поверх положить яблочко. Это знаете, вот такой грех, который можно себе позволить, даже если ты на диете. Это очень вкусно. И вот этой пастой мы заменили все остальные ореховые, псевдошоколадные. И мне и деткам очень нравится. Но мне приходится себя все-таки ограничивать, потому что остановиться очень сложно. Несколько штучек из категории бьюти. Я показывала, что я покупала такие кисточки в подарок. И себе тоже приобрела такую форму, которой у меня еще нет. Потому что в каждой моей дорожной косметичке есть, если не одна, то несколько кисточек вот такого формата. Это очень удобно. То есть они как оригинальные, но сама вот эта ручка, она короче. То есть они не занимают много места. Они не тяжелые. Но по своей функциональности они точно такие же. У меня есть одна универсальная, которой я и контурирование делала, и наносила тональный крем. Просто супер крутая. Сколько бы я ее не мыла, каким попало мылом, то есть в гостинице, где-то там в поездках. Все прекрасно. Поэтому это супер прочные, супер живучие кисточки Real Techniques из искусственного ворса. И я показывала вам летом, да, летом выходило последнее видео о iHerb, что я купила вот эту кисть для тона. Я очень редко пользуюсь кисточками. Но когда это какой-то BB крем, и мне, например, хочется сделать более плотное покрытие, или опять же, я наношу какие-то кремовые текстуры, кремовый контуринг, или кремовые румяна. Это было очень удобно. Это настолько мягкая кисть. Она вот, знаете, оптимально плотная. То есть не настолько плотная, чтобы получалась какая-то штукатурка на лице, но и при этом она не съедает слишком много тона, не оставляя ничего на коже. То есть это вот просто золотая середина. Мало того, у меня как-то были сомнения по поводу удобства. Ну, потому что кисточка, как видите, такая не очень обычная. И она так удобно лежит в руке. Вот не зря ее советовала Вика из Германии, моя любимая. Она плохого не посоветует. Так что я взяла, и мне очень понравилось. И я думаю, что я положу ее тоже в какую-то косметичку, где должны быть проверенные средства и аксессуары для макияжа, потому что она тоже всегда работает на отменном. В фаворитах из декоративки за прошлый год я забыла показать пудру. И это очень нечестно, потому что летом она часто была в моей косметичке. Это пудра без талька от бренда Innisfree. Она полностью минеральная. И вы знаете, когда я не хотела, чтобы лицо, чтобы мой макияж выглядел так, как будто он отполированный. Потому что есть пудра, которая визуально выравнивает текстуру, которая скрывает какие-то недостатки. Это просто матирующая, фиксирующая пудра. Но здесь такой здоровый мат, можно сказать. То есть лицо не выглядит слишком запудренным, каким-то выбеленным. Она просто классическая, очень мелкая, приятная пудра без дополнительных спецэффектов. Она не подсвечивает, она не выравнивает текстуру, но зато она очень бережно относится к коже. И несмотря на то, что это такая вот малюточка, которая еще немножко пахнет чем-то мятным, ее на очень долго хватает. И очень удобно возить ее куда-то с собой. Есть еще и пуховка, которую я потеряла, наверное, или куда-то переложила. Но эту пудрочку я очень сильно люблю. Это наша четвертая упаковка с лета. Я сразу заказываю по несколько штук. Это японские панировочные сухари. Я делала и курицу в них, и креветки. И я должна сказать, что в Польше очень любят все. Жареные панировочные сухари, это их тема. Но те, которые продаются в магазине, во-первых, они более плотные, они более тяжелые, и они больше впитывают в себя какого-то масла, в котором мы что-то жарим. И вот эти вот панировочные сухари я использую тогда, когда мне нужно положить что-то на сковородку буквально на несколько секунд, чтобы эта панировка схватилась. И она настолько хрустящая, она настолько воздушная. Она вот такая же, какую можно встретить в японских ресторанах. И я уже пробовала делать и мясо, и креветки. Креветки еще вам покажу с соусом терияки. Это просто пальчики оближешь. И не каждый раз использую, конечно, панировочные сухари. Но если вы любите эксперименты в кухнях, то очень советую попробовать. Интересная вещь. Заказывала так, попробую. А теперь оказалось, что это уже, знаете, такой настоящий любимец. И чаще всего, когда делаю что-то в панировке, то использую вот эти сухарики. Уже не стала приносить сюда чаи Харни и Санс. Очень их люблю. И оставлю просто название любимых в инфобоксе. В этом году решила попробовать несколько травяных. И вот этот чай люблю не только я, но и дети. И вечером, когда хочешь выпить чего-то теплого, но чтобы это тебя как-то не будоражило, чтобы можно было спокойно уснуть, и детей это тоже касается. А этот чай идет на основе ромашки, с натуральными вкусовыми добавками. Пахнет каким-то таким яблочком, чем-то фруктовым. Но ромашка здесь, как аптечная, далеко не ощущается. И обычно дети от таких травяных чаев плюют, или они с какими-то искусственными отдушками. А здесь все очень натуральненько и вкусно. И, кстати, нам хватает на одну такую большую чашку практически, мини-чайник. И я разливаю ее на несколько чашек для детей и для себя. Здесь также есть небольшая нотка корицы, которая еще дополнительно подчеркивает такой зимний аромат чая. И мое очень интересное, такое даже модное открытие этого года, потому что раньше я как-то не особо слышала о куркумалате, а сейчас многие предпочитают этот напиток вместо кофе, вместо чая. Именно в холодное время для защиты от заболеваний, при первых признаках. И также для того, чтобы поддержать иммунитет, это уже готовая смесь для куркумалате. То есть достаточно подогреть молоко, растительное или обычное, если вы его пьете. И берем всего чайную ложечку, размешиваем и выпиваем. Сначала мне казалось, что это просто какой-то трендит такой оранжевый напиток, но потом я поняла, что от него становится настолько тепло, он очень хорошо согревает. Здесь в составе есть куркума, черный перец, кардамон, ваниль и еще какие-то неизвестные мне компоненты. И, кстати, написано, что нельзя во время лактации и во время беременности. Не знаю, в связи с чем это такие ограничения, но будьте на чеку на всякий случай. Очень классная вещь. Несколько раз, когда я чувствовала, что горло першит, выпивала на ночь и все нормально. По вкусу мне это нравится. Это как молочный такой пряный напиток. И, кстати, вот этой банки на довольно долго хватает, потому что используем немного. Я не знаю, сколько чашек из этого получается, но пока что я где-то на половине. Покупая эти семечки, я особо ни на что не рассчитывала, а сейчас уже новая упаковка едет ко мне. Что это такое? Это тыквенные семечки. Они слегка поджаренные, и некоторые из них покрыты чем-то остреньким. Я летом любила добавлять это что-то в салат, и также посыпаю каши. И когда наступил сезон крем-супов, очень нравится свекольный и также тыквенный суп. Посыпаешь вот это, и это настолько вкусно, это настолько сытно, и эти семечки очень вкусные. Если вы любите что-то такое остренькое, но в меру, советую вам купить. Это, опять же, еще больше разнообразит вашу кухню, и, возможно, даже заставит вас полюбить что-то, чем вы особо не горите. Например, если не любите салаты, попробуйте сделать несколько соусов, добавить еще что-то, орешки, там, семечки. И вы посмотрите, что салат, это не обязательно скучно, как-то примитивно, и даже обычный греческий может заиграть новыми красками, если вы подберете какую-то новую, ароматную, подходящую и вкусную для вас приправу. Как видите, я так снова перешла к приправам, но полюбила я их. Вот это для курицы, это тоже было наше спасение для детей, когда что-то нужно быстро там бросить на гриль, посыпаешь готовой приправой, и все очень быстро готовится. Но сейчас я чаще всего использую ее для того, чтобы натереть даже целую курицу, правда, расход получается побольше, или же какие-то бедрышки. И натираю, оставляю минут на 15, делаю салат, а потом быстренько в духовку. И все всегда спрашивают, Оля, а какую приправу ты использовала? С вами вот делюсь. Полностью органический бренд, и вот до того, как я прочитала состав, я явно ощущала, что здесь есть чеснок, лаврушка, перец, понятное дело, но также розмарин, только, знаете, в таком умеренном количестве, то есть он не перебивает другие приправы, тимьян, орегано, майоран. Кстати, тимьян и орегано, тоже майоран, все это такие приправы, которые не мешают детям, которые полюбят все члены семьи, вот поэтому можете смело пробовать и добавлять там мясо, тимьян в курицу очень хорошо, или даже в салаты. Что здесь еще? Черный перец, фенхель, но в самом конце, то есть его здесь меньше всего кориандр и даже мята, представляете? Вот приправа очень вкусная, как видите, она часто была в использовании. Конечно же, я принесла сюда перец, я вас просто уверяю, что если вы попробуете его, вы не сможете пользоваться другим, даже люди, которые далеки от готовки, мужчины, которые просят там соль или перец, потом спрашивают, Оля, а что это такое? Чем ты таким пользуешься? Так что для меня это очередной must-have. Я также хотела вам рассказать о розовой соли. Даже не столько о соли, сейчас не будем углубляться, почему розовая, почему необычная. Я хочу вам сказать, что она продается от бренда Frontier с мельницей. И это очень удобно. Я люблю в последнее время, когда соль не очень сильно перемолота, когда она такими кусочками побольше и меньше на бутерброде. Это вкусно, и вы будете смеяться, но я люблю, допустим, взять черный хлеб на закваске без дрожжевой с маслом и посыпать вот это солью. Это какой-то просто кайф чистой воды или с авокадо. Это очень вкусно. Так что, если вы ищете соль, еще и с хорошей мельницей, то присмотритесь к этой. Если вам еще и нравятся такие тонкости, как мне, там крупнее, мельче, то я думаю, что она вас не разочарует, это, наоборот, только очень сильно порадует. Еще один соус, который у меня закончился, это вустерширский. Надеюсь, что я правильно произнесла. И он также является регулярным гостем в футбуках, во влогах, где я что-то готовлю. Это смесь яблочного уксуса. Конечно же, там больше ингредиентов, но если так просто объяснять, то здесь яблочный уксус, соевый соус и также другие разные приправы. Чеснок, тростниковый сахар, в небольшом количестве чеснок, лук и немножечко перца чили. Зачем эта вещь нужна? Если вы делаете какие-то сливочные соусы, то чаще всего вот этот соус тоже будет использоваться в рецепте, потому что он делает вкус более насыщенным, более интересным и более многогранным. И если вы хотите по-быстрому сделать какой-то салат, то вы нарезаете или берете просто крупные листья салата или вот такой айсберг, нарезаете на 4 части, смешиваете в равных пропорциях, скажем, 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта, чайную ложечку вот этой вещи и можете добавить какого-то сыра, например, с плесенью. Перемешиваете в блендере, поливаете ваш салат, готово. Если у вас чуть больше времени, то можете поджарить бекон и уже такой подсохший выложить поверх, или же посыпать, скажем, вот этими семечками. И ваш салат готов, и будет очень вкусно. И лично я не выбрасываю бутылку, чтобы не забыть его заказать снова, потому что здесь уже не грамма. Господи, видео на час, но, наверное, раз в год можно. Стевия. Это ванильная жидкая стевия, натуральный и очень концентрированный подсластитель, который я использую во всех сырниках, которые я себе готовлю отдельно, чтобы не в ущерб фигуре, потому что я, даже если смотрю на сахар, я сразу от него поправляюсь. А сладкого-то хочется, поэтому я пытаюсь как-то обмануть свой организм таким образом. Иногда добавляю в овсянку, вот просто водой заливаю, или растительным молоком, кладу столовую ложку манны кокосовой, тоже супер вещи, зоихерп, и капельку вот этой стевии. Посыпаю какао порошком и какие-то ягоды. И сегодня тоже такое ела на завтрак, это нереально вкусно. Также со мной всегда сушеная клюква, она не подслащена сахаром, а концентрированным яблочным соком, это очень полезно и для пищеварения, также здесь есть витамин С, и для почек. Я открыла для себя супер простой, супер вкусный, полезный рецепт салата. Просто натираем тыкву, любую сырую, добавляем клюкву, и поливаем все каким-нибудь растительным маслом. Можете добавить травы по желанию, и это такое неизбитое, очень интересное и вкусное сочетание. На этом у меня все, я надеюсь, что вам было интересно, вы узнали что-то новое. Если да, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Я всегда с огромнейшим удовольствием делюсь с вами разнообразной информацией. Если вы новый покупатель, то вас также ждет скидка минус 10% по промокоду и по ссылке внизу. Все, на этом мы прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.